Суд полностью удовлетворил иск Бауржана Байбека, который подал его к Жанбалату Мамаю и Инге Иманбаевой, чтобы очистить своё имя от вранья и манипуляций. Сначала немного предыстории. Мамай на популярном YouTube-канале выпустил материал, в котором обвинил Байбека в коррупции и злоупотреблении властью. Когда последний занимал пост Акима Алматы, сделано это было безо всякой доказательной базы. Байбек, в свою очередь, такого терпеть не стал и подал в суд, где, приводя железные аргументы в виде документов и выписок, доказал, что все обвинения в его адрес клевета и вымысел. Вроде на этом можно было бы закончить историю, но Мамай вместе с Иманбаевой так просто не сдались и начали манипулировать фактами для того, чтобы сохранить лицо. Всё это продолжалось аж три заседания, на которых ответчики разводили балаган и цирк, но и это им не помогло. Изучив обстоятельства и материалы дела, а также результат психологической и филологической экспертизы, указанных фрагментов видеозаписи, выслушав все доводы, суд счёл сведения, распространённые ответчиками, ложными. Эти публикации должны быть опровергнуты и удалены. То есть, доказано, что источником информации для Мамая и Иманбаева является анонимный телеграм-канал, содержащий непроверенную информацию, основанную на слухах и домыслах. Но самое интересное – это, как повлияло данное дело на правовую культуру в целом. Как заявила адвокат Айжан Ташенова, это беспрецедентный случай, который так или иначе заставит других людей, которые были оболганы, подумать и также подать в суд на лиц, которые эту клевету распространяют. Благодаря этому процессу общественность могла собственными глазами увидеть, кто такой Мамай и Иманбаева. Их действия основаны на корысте и наживе, только личные интересы. Теперь всё их окружение и общество будут знать наверняка, что у этих людей нет моральных ценностей и моральных принципов. В основе всех его обвинений лежит патологическая ложь, сказала Ташенова. Они смешали всё в сумасшедшую кучу – заборы, рекламные щиты, трамваи, депо, участки и так далее. И с одной лишь целью – попытаться доказать то, чего нет и не было. Ни коррупционных схем, ни миллиарда долларов, ни бизнес-империи. Соответственно, не было и нет никакой мафиозно-коррупционной структуры. Судите сами, в отзыве про миллиард долларов ответчики даже не упомянули. Почему? Потому что это настолько фантастическая ложь, в которой они уже даже себя не могут убедить. Закончила она.